Развитие гражданских институтов в республике по-прежнему остается приоритетной задачей. За взаимодействие активистов с органами власти в регионе отвечает общественная палата. Накануне с ее членами встретился глава Чуваши. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Чтобы озвучить все итоги пятилетней работы, не хватит и часа, отмечает председатель общественной палаты Алексей Судлинков. За последние годы было реализовано немало проектов. Гражданский институт доказал свою эффективность. Общественники проводят экспертизы нормативно-правовых актов, контролируют деятельность исполнительной власти, консультируют граждан и не только. Новый вех в повышении качества общественной палаты, и мы за это тоже хотим выразить признательность вам, Михаил Васильевичу, нашему правительству, что создало создание аппарата общественной палаты. Наша деятельность стала более конструктивной, более организованной. И это повысило качество. Я скажу так, очень активно заработал сайт общественной палаты. И члены палаты, да и не только нашей Чувашской республики, но и других территорий стали более информированы. Растет доверие к общественной палате Чувашской республики. Когда есть обратная связь, когда есть инициативные предложения, они всегда находят отражение при принятии управленческих решений. Они находят отражение в тех проектах законов, которые обсуждаются, и тем более вы проводите сопротивляющие нулевые чтения. Вся эта работа, которая, как бы сказать, строится, она направлена на повышение качества жизни. В общественной палате республики делают ставку и на поддержку некоммерческих организаций. Благодаря совместной работе в прошлом году сразу 9 НКО получили гранты на реализацию проектов. Сейчас общественники уступают с инициативой организовать на базе палаты обучающие курсы для гражданских активистов. У них не всегда есть видение, как некоммерческие организации будут оказывать социальные услуги. Какие смогут оказать, какие виды. Необходимо организовать обучение некоммерческих организаций на сегодняшний день, чтобы они могли более качественно оказывать эти услуги. Предложение общественников найдет свое отражение в грядущем послании главы республики госсовету. На встрече обсудили и другие вопросы. Недавно избранный член палаты Анатолий Яруткин выступил с инициативой создать в регионе центр социальных инноваций. И рассмотреть возможность создания некой такой площадки единой, куда бы можно было разнести все институты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, и в том числе некоммерческих организаций. И создать такую вот некую точку, такой единой деловой каворки центра. Вопрос, связанный с объединением всех институтов, инфраструктур, в единое какое-то физическое здание, он сейчас на повестке стоит, это действительно все интересно. У нас была тема объединять все это в бизнес-инкубаторе. Членов общественной палаты волнуют и проблемы развития туризма. Прорывным проектом в этой сфере должен стать этнографический комплекс столицы республики. Проект Екинской Чуваши, ЕКО-поселение, который на стадии завершения по бюджетной составляющей, мы должны завершить. Проблема теперь возникает у нас со стороны предпринимательского сообщества. Образительство взяли, проект очень тяжело реализовывается. Если на этой территории парки 500-летия не будет хорошего сервиса, хорошей культуры, то у нас не получится даже бюджетные вложенные деньги. Там среда будет, тротуары будут, пешеходные дороги, прогулочные дороги, спусковки, все это будет. Но ауры не будет, соответственно, и люди просто там пришли-ушли. Диалог с общественниками длился более двух часов. Многие вопросы в правительстве региона взяли на карандаш. Подобные встречи договорились проводить и впредь. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.